Всем привет, дамы и господа, с вами Андрей Пыманов, это по-прежнему канал Автобеззабот, и я рад вас приветствовать в нашем новом видео. Когда мы говорим про итальянский автопром, нам сразу приходят на ум такие бренды Ferrari, Lamborghini, Pagani, Fiat, Maserati и многие другие. Но что я вам скажу, что есть еще одна очень интересная итальянская легенда, без которой сложно представить современную Италию. Сейчас я вам расскажу. Такой интересный факт, что французский модный дом Dior представил лимитированную модель скутеров в коллаборации с итальянской маркой Vespa. Вдохновением для его создания послужили Рим и фильм «Римские каникулы», в котором Одри Хеббер и Грегори Пек ездили на подобном скутере. Над дизайном работала креативный директор женских коллекций Мария Грация Кюри. Как она сама говорит, для меня Vespa символизирует мой город Рим. Такой скутер можно увидеть в фильме «Римские каникулы» с Одри Хеббер, а также на улицах любого итальянского города. Скутеры Vespa обрели популярность в середине 20 века. Их размер позволяет свободно передвигаться по узким итальянским улицам. Также сама Кюри говорит, у меня так много личных воспоминаний, связанных с Vespa. О том, как мы с мужем ездили по Риму на морское побережье во Фреджинене. Теперь это еще и часть моей профессиональной жизни в Dior. Причем Vespa можно увидеть не только в фильме «Итальянские каникулы», а также есть еще интересный фильм «Энрико Пьяджо» «Веспа». Там тоже главную роль, можно так сказать, сыграл этот мотороллер. Данный фильм режиссера Умберто Марину прослеживает жизнь известного бизнесмена и продюсера Vespa. История начинается в 1945 году в Понтедере, маленьком городке провинции Пиза. Фабрика «Энрико Пьяджо» роль, интерпретирует Олесио Бони, была полностью стерта с лица земли бомбардировками Второй мировой войны. Одержимая идея оставит семьи 12 тысяч рабочих компаний, унаследованных от отца без работы. Пьяджо руководствуется единственной целью отказаться от производства самолетов и начать заново с новой блестящей идеей. Проект прост, дать итальянцам полезный, инновационный и в то же время экономически доступный транспорт. История рассказывает нам о самопожертвовании, целеустремленности, дальновидности и исключительных предпринимательских способностях Энрико Пьяджо, создателя одного из самых известных прославленных итальянских продуктов в мире – Vespa. Легенда гласит, что название Vespa – это в переводе с итальянского «Оса», происходит от восклицания Энрико Пьяджо, похожего на осу, вызванного характерным шумом двигателя с жужжанием, напоминающим насекомое. Vespa производится с момента своего создания в 1946 году на заводе Пантедера в Тоскане, северо-центральной Италии, а также в последние годы на заводе в Индии и еще одном заводе во Вьетнаме. И вот такая настоящая икона олицетворения Италии попала в наш деталинг-центр, теперь будет под защитой, это будет практически вечный мотороллер. Это, как называют его, мотороллер для влюбленных. Да, скорее всего, сейчас за окном холодно, но ничего страшного, когда придет весна, она обязательно придет, на этом мотороллере будет очень интересно и красиво кататься по городу. Теперь немножечко расскажу вам, откуда появился Red Product и что это значит. Красная лента с 1991 года является символом осведомленности о спиде, поэтому красный был выбран как основной цвет бренда Product Red. Компания Apple в знак солидарности в борьбе с ВИЧ-спидом ежегодно 1 декабря окрашивает логотип в своих розничных магазинах Apple Store в красный цвет. Что касательно мотороллера Product Red Vespa, как сами пишут производители, одетый в красное и рвущийся вперед. Имя говорит само за себя. Primavera Red это дань уважения не только невероятной работе, проделанной инициативой Red Product, но и революционному духу, который всегда был в сердце Веспа, который заново изобрел способ передвижения с 1945 года. С его ливреей с ног до головы в потрясающем красном цвете становится ясно, что этот комплект из двух колес не только смел, но также великодушен и уникален. Product Red это компания, целью которой является сбор средств для глобального фонда борьбы со спидом, туберкулезом, ковид-19 и малярией. Была основана в 2006 году солистом группы U2, Бона и Робертом Бобби Шрайверном. Из One Campaign Data. Продукцию с приставкой Red в названии выпускают следующие компании. Apple, Nike, American Express, Starbucks, Converse и, конечно же, Vespa. И хочу немножечко рассказать, почему для мира важна линейка Product Red дело не только в благотворительности. Начиная еще с 1988 года, 1 декабря проходит Всемирный день борьбы со спидом. Данный мотороллер к нам приехал новый, но все равно мы его отполировали. Маленькая риска на нем появилась. Это бывает даже если вы совсем не эксплуатируете автомобиль, ну в данном случае мотороллер или другой девайс. Дело в том, что многие не знают, как правильно протирать экраны, глянцевые консоли или тот же автомобиль на мойке. Либо мойка была не самой качественной. Дело в том, что разными тряпками, микрофибрами, когда протирают ту или иную поверхность, не всегда эта тряпка чистая. И из-за этого царапают поверхность. Из-за этого появляется риска, паутинка и так далее. Лучше так не делать. Поэтому я вас всегда прошу, прежде чем купили автомобиль, если вы уже купили автомобиль, может быть он сейчас у вас на зимнем хранении находится, в любом случае привозите заранее, его защитим. И дальше его протирать можно как угодно, потому что полиуретановая пленка, она имеет самозаживляющийся слой. И вы можете спокойно, не требует никакого ухода, протирать ее разными тряпками. И лакокрасочное покрытие не пострадает, автомобиль, скутер или другой девайс будет как новый. Также мы сделали химчистку на этом скутере. Да, здесь нет большого кожаного салона, но тем не менее, сидение кожаное. Сделали химчистку, можно еще и керамикой покрыть. Сделали полировку и сверху все защитили глянцевым полиуретаром. Сделали полировку и сверху все защитили глянцев. Такой вот интересный скутер у нас получился. Интересный проект. Пишите в комментариях, что об этом думаете. И плюс комментарии нам помогают в продвижении. Вы нам очень в этом сильно помогаете. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не успел подписаться. И финишные кадры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok